В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В России началась частичная мобилизация. Об этом президент объявил в ходе обращения к россиянам. Профессия будущего 20 сентября – День IT-профессионалов. 4. Да, Ирина Оськина прошла в пятый сезон шоу «Голос 60+.» Далее расскажем обо всем подробно. В России объявлена частичная мобилизация, заявил Владимир Путин. В своем обращении к россиянам он сообщил, что указ уже подписан. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно пройдут дополнительную военную подготовку. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, с 21 сентября. Поручаю главам регионов оказать все необходимое содействие работе военных комиссариатов. Особо подчеркну, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 300 тысяч человек планируют призвать в России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Также Шойгу объяснил, кого призовут на службу по указу о частичной мобилизации. По его словам, это 1% от общего мобилизационного ресурса. Ни о каких мобилизациях студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и идти ни при каких условиях не может, подчеркнул он. Тех, кто служит по призыву, мобилизация тоже не касается. Они продолжат служить на территории России. Право на отсрочку от призыва по мобилизации получили граждане, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, сообщает в тексте указа президента. Также Путин добавил, что указ о мобилизации предполагает дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа. В свою очередь, все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены правительством незамедлительно. От сборки компьютера и настройки компьютерных сетей до разработки ПО для космической промышленности и кибербезопасности. Сфера IT широка и многообразна. В нашей стране она только набирает популярность. Специалисты этой области очень востребованы. Как готовят айтишников в Саровском физтехе узнала наша съемочная группа. Возиться с техникой и изучать компьютеры Сергей Рыжов любил с детства. Когда настал момент с выбором будущей профессии, он, не сомневаясь, решил погрузиться в IT-сферу. Три года учебы по этому направлению только укрепили его уверенность в собственном выборе. ВОЗ дает весь необходимый багаж знаний, с которым я легко найду себя в этой сфере, признается юноша. Естественно, это языки программирования, в частности, C++, Python, также многие современные технологии. В частности, мы изучали базы данных, ну и разработки проектов и многое такое. Екатерина Агаркина с детства мечтала стать педагогом, однако в последний момент решила связать свою жизнь с IT-сферой. Это современная профессия, молодому поколению легко вникнуть в нее и развиваться в этой сфере, признается девушка. Но мечту преподавать тоже хочет исполнить. В свободное время она планирует заниматься репетиторством, чтобы помогать юным технарям хорошо подготовиться к вступительным испытаниям. С утверждением, что IT больше мужская сфера, Екатерина не согласна. Конечно, в некоторых вопросах мужчины справляются лучше в некоторых разновидностях IT-профессий. Но женщины тоже очень важны в данной профессии, так как у них немножечко другой подход и склад ума. И иногда очень требуется более скрупулезная проработка некоторых вопросов, например, в разработке программного проекта какого-нибудь. И вот у женщин, я считаю, это лучше получается, чем у мужчин. IT-направление в СРФТИ широко развито. В институте большой опыт по подготовке специалистов в области программно-аппаратных решений и сетевых технологий. Институт вот уже несколько лет выпускает специалистов этого профиля, которые потом успешно трудоустраиваются в ядерном центре. Также строят карьеру в столице и за рубежом. Сегодня это направление как никогда востребовано, поскольку информационные технологии, они очень вплетены в нашу жизнь. И, соответственно, как в профессиональной сфере, так и в обычной жизни мы все пользуемся информационными технологиями, сервисами, устройствами различными. Сергей и Екатерина на последнем курсе. Впереди юных IT-шников ждут выпускные экзамены, диплом и новый ответственный шаг во взрослую жизнь. Первая работа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тематический прием граждан по вопросам реализации прав в сфере законодательства об исполнительном производстве пройдет в прокуратуре Нижнего Новгорода 28 сентября в 11 часов. Задать свой вопрос можно будет по видеосвязи и Сарова. Видеоконференцию создаст прокуратура нашего города. Предварительно на прием можно записаться по телефону 8 831 414 2220. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Капитальный ремонт в многоквартирных домах будут проводить более своевременно. Поможет в этом законопроект, который сегодня депутаты планируют рассмотреть в первом чтении. Согласно документу, сроки и очередность проведения капремонта будут зависеть от результатов техобследования домов. Проверенная и актуальная информация об износе многоквартирных домов, их конструкция и систем поможет избежать ошибок при составлении плана работы. Решение о проведении техобследования может принять уполномоченный региональный орган, а также собрание собственников жилья. Учитель математики Сарова Дмитрий Григорьев претендует на звание лучшего педагога России. Победитель регионального этапа профессиональных соревнований Дмитрий Григорьев представляет Нижегородскую область в финале всероссийского конкурса «Учитель кода России-2022», который стартовал в Тюмени. На заключительные испытания прибыли 88 педагогов со всех регионов страны. Ежегодно 21 сентября отмечают Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. Как появляется заболевание и можно ли предотвратить его возникновение. Рекомендации медиков в нашем следующем репортаже. Забывчивость, рассеянное внимание, проблему с усвоением новой информации, а также с абстрактным и логическим мышлением – все это первые симптомы коварного заболевания Альцгеймер. Обычно его диагностируют у людей старше 65 лет, но проявиться оно может и в более раннем возрасте. Определить Альцгеймер на первых стадиях непросто, так как чаще всего симптоматику списывают на возрастные изменения. Они могут забывать ключи, например, дома, оставлять открытыми дверь, включеными электроприборы, забывают, что хотят сказать. И вот эти как раз первые симптомы, которые должны насторожить самого пациента и родственника пациента. Очень часто сами больные не говорят об этих проблемах. Без должного лечения болезнь прогрессирует. Во время второй стадии могут появиться галлюцинации, глубокие депрессии, суицидальные мысли. На третьей стадии больной Альцгеймером, как правило, обездвижен, так как головной мозг постепенно атрофируется. Современная медицина излечить деменцию полностью пока не может. Но существует ряд способов облегчить ее течение. Мы проводим медикаментозные лечения. Также лечим сопутствующие патологии, если она связана, например, с гипертонией, с атеросклерозом сосудов. То есть мы поддерживаем пациентов. Они получают наотропы, сосудистые препараты. Мы проводим анализы, обследуем их. То есть, соответственно, лечим эту болезнь посимптомно. Помимо медикаментозного лечения, больные остро нуждаются в особом уходе. Основам такой помощи персонал отделения палеотивной помощи также учит родственников пациентов. Альцгеймер можно предотвратить. Для этого нужно соблюдать несколько несложных правил. Совет вести активный образ жизни, общаться с родственниками, с соседями, посещать кружки, какой-то там кружки-хор. Вести максимально активный образ жизни. Максимально долго сохранить, например, профессию. Заниматься умственным трудом. Также к методам профилактики относят правильное питание. Рацион пожилых людей обязательно должен включать витамины В9, В12, Д. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. В выходные многие саровчане, затаив дыхание, следили за эфиром Первого канала. Шло шоу «Голос 60 плюс» с участием Ирины Оськиной. Этап слепых прослушиваний. Как проходили съемки и что будет дальше, Ирина Зеядулаевна рассказала нашей съемочной группе. Последний выпуск слепых прослушиваний пятого сезона проекта «Голос 60 плюс» вышел в эфир 18 сентября. С замиранием сердца саровчане следили за выступлением нашей соотечественницы Ирины Оськиной. Ирина Зеядулаевна феерично исполнила песню «Цвети земля моя», покорила сердца всех наставников и заняла последнее место в группе Игоря Корнулика. Вот я начала петь, я не смотрела на наставников, я пела, пела эту песню. Я слышала, что разворачивались кресла, и потом, когда песня закончилась, поняла, что я вошла на другой этап. Своё вступление Ирина Зеядулаевна посвятила памяти мамы, которая очень хотела, чтобы дочь переняла участие в «Голосе». Как рассказала исполнительница, сразу после выхода программы в эфир на её обрушился шквал звонков и сообщений с поздравлениями. Тёплые слова присылали не только родные и близкие, коллеги и ученики из детской школы искусств номер 2 и участники её вокального коллектива «Апрель» Центра культуры и досуга в НИЭФ. Я просто не предполагала, просто даже во сне бы мне это не приснилось, что у меня было ощущение, что целый город вместе со мной. Такая поддержка, такая моральная поддержка. После слепых прослушиваний началась подготовка к нокауту. Как рассказала Ирина Зеядулаевна, посмотрите выпуск можно будет 25 сентября. Саровчанка исполнит песню, просто выбранную наставником. С этим решением Ирина Зеядулаевна была не совсем согласна. Мне ничего не оставалось делать. Я до последнего ему предлагала свои песни. Я хотела, конечно, о маме спеть, как бы точку тоже обозначить. Я понимаю, я чувствую зрителя. Я понимаю, что зрителю нужно, а зрителю нужно тепло. Вот понимание того, что не хватает. Полностью интервью Ирины Зеядулаевны об участии в проекте «Голы 60 плюс» смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров-24. Климент Брюховец и Алексей Федин стали участниками международного творческого проекта «Ноклеар Кидс-2022». За три недели под руководством профессионалов ребята поставили новый музыкальный спектакль «Бест лайф-игра». Чтобы стать участником международного творческого проекта «Ноклеар Кидс», юный вокалист Климент Брюховец упорно шел к своей мечте. В 2016 году Климент уже участвовал в кастинге, но не прошел отбор. Еще три попытки также не принесли результата. Наконец, учащийся детской школы искусств все-таки попал в список финалистов. Для Климента «Ноклеар Кидс» в этом году стал третьим. За его спиной участие в проекте еще и двух предыдущих годов. Проект гениален. Он просто шикарный. Вы знаете, жить и работать в творческой атмосфере среди творческих людей – это просто какой-то, наверное, подарок, что ли, дар. Это реально очень круто. По поводу постановки в этом году, как обычно, традиционно в спектакле поднималась какая-то проблема. И на самом деле сценарий был настолько уникальный, что каждый подчеркнет в этой постановке для себя что-то свое. За три недели под руководством профессионалов ребята поставили новый музыкальный спектакль «Бест лайф. Игра». Работа проходила в парк-отеле «Аврора-клуб» в Ленинградской области. Помимо репетиций участники посетили различные экскурсии, побывали в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Алексею Федину на проект удалось попасть со второй попытки. В этой постановке Алексей играл сразу две роли. Я выступала в роли Никиты, это самый главный персонаж данного мюзикла, и роль мэра. Поскольку мюзикл как бы идет в двух измерениях – игровом и жизненном, мэр представляет собой аватар, ну, что-то вроде на простом языке героя папы, такого немножко глуповатого персонажа в данном мюзикле. Но в игре он мэр, он какой-то певец, рок-звезда. И играть этого персонажа – это было само удовольствие. А Клименту Брюховцу третий год достается роль главного злодея. Особенностью работы над спектаклем было то, что молодым исполнителям разрешалось привносить в свою роль индивидуальные особенности и фишки. Климент воспользовался случаем и подошел к своему персонажу творчески. Я уже третий год играю какого-то плохиша, злодея. У меня уже вот такое вот анплуа, я не знаю. В общем-то, этот человек – игровой персонаж. Как Алексей сказал, у нас уже две реальности есть – игровая и реальная. Я был игровым персонажем, главная задача которого была увлечь главную героиню. Ну, он крутой. Мне позволили сделать очень много фишек, приколов. Это было очень круто. Проект «Нуклеар Кидс» реализуется ежегодно с 2009 года. В нем принимают участие дети сотрудников предприятий атомной отрасли России и зарубежных партнеров госкорпорации «Русатом». В течение последних пяти лет участники проекта «Нуклеар Кидс» гастролируют по городам России в регионах расположения объектов атомной отрасли. Гастрольный тур традиционно завершается с заключительными представлениями в Москве, в Театре «Эцеттера» или «Геликон-Опера». Светлана Ярунов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok